Разноцветные яйца, куличи различной формы, творожные пасхи. Жители Солны соревновались в том, кто лучше подготовился к светлому Христову в воскресенье. Старались паститься 40 дней, ходили с детками в церковь, молились, старались себя хорошо вести, ну и, конечно, все вместе красили яйца. Надо просто так красить яички и украшать их как-нибудь. И покушать церковный праздник. Это праздник любви, в первую очередь, любви к ближнему, праздник семьи, потому что этот праздник объединяет, наверное, всех близких родственников. На территории Русалимского храма священники целый день светили пасхальные продукты. Зуя Глебова поставила рекорд, испекла кулич массой около двух килограммов. Это рецепт новодевичьего мастеря. Русская православная церковь приготовила жителям подарок. Каждому пришедшему вручали духовную литературу. В этот же день в восьми храмах нашего района состоялись благотворительные ярмарки. Мы делали поделки, доски, лопатки. Я делал вот такие вот поделки. Их можно поставить на стол, куда хотите. Это украшение. Готовились очень долго и старались очень. Недель пять. Чтобы людям понравилось. Все, что здесь находится, делал каждый, с душой отдавался для того, чтобы помочь семьям, малоимущим. Дети приняли участие не только в благом деле, но и ночью пришли в храм. Для неприсвещенного некоторые моменты службы непонятно. Между тем, каждый символизирует момент жизни спасителя и его смерть на кресте. Крестный ход, совершаемый пасхальной ночью, это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. У закрытых дверей храма, словно у пещеры, где лежало тело Иисуса, звучат слова. Слова, в которых заключается смысл православной веры. Пасхальное чтение в начале было слово, возможно, самое сложное из всех текстов Евангелии. Именно этот отрывок читали на различных языках. Во время службы священники не раз сменяли облачение. Разноцветные одежды подчеркивали, что Пасха – это праздник праздников, великое торжество, когда все в мире ликует, и сам мир переливается всеми цветами радуги. Поздравляю всех вас с праздником, с великим, который мы так долго ждали, и которому так много готовились, наконец-то это свершилось. Я очень много размышлял в своей жизни о пасхальной радости. То, что ближе к нам лежит и более доступно для нас, это та пронзительность, которая присутствует в этом празднике. Вы знаете, это та пронзительность, которая сопряжена с величайшей честностью, чего в нашей жизни, к сожалению, очень мало. На светлой неделе каждый желающий может подняться на звонницу любого храма и позвонить колокола, а верующие будут на протяжении 40 дней приветствовать друг другу словами «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» Евгения Светлая, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.